Домашняя кулинария Мы с вами пекли уже готовы, мы об этом еще поговорим. Сейчас нам для дрожжевого теста пригодится вот у меня в миске 2 стакана теплого молока, чтобы легко было запомнить рецепт, хотя я его напишу в описании. Значит 2 стакана молока, 2 яйца, 200 грамм масла, дрожжи, соль, ваниль и мука, сколько пойдет для того, чтобы получилось мягкое дрожжевое тесто, чуть-чуть липнущееся к рукам. Так как молоко у меня теплое, я сюда добавлю масло и оно начнет, надеюсь, у меня размягчаться и плавится. Потом я сюда добавлю яйца, добавлю дрожжи и руками буду замешивать тесто. Но у меня не настолько горячее молоко, чтобы я не могла сюда разбить яйца. Все это я сейчас смешаю и добавляю муку. Муку приблизительно уходит в 2 раза больше, чем наше молоко. Я сейчас замешиваю мое тесто и покажу, что у меня получается. Вот такая смесь у меня получилась, в которую я сейчас добавлю дрожжи. Также смешаю. И все. Сюда добавляем муку и замешиваем тесто. Сейчас я покажу. Вот я добавила последнюю муку, добавила соль, ваниль. И вот замешиваем мягкое тесто. Замешивать придется чуть-чуть дольше, чем обычно. Нам нужно получить гладкое тесто. Мы на нашем канале с вами готовили гаду. У нас была слоеная, восточная. Все они очень отличаются друг от друга. Единственное, что у них общее, это начинка. Слоеное, это из слоеного теста. Сегодняшняя гадта у нас дрожжевая. Восточная гадта вообще готовится на сметане. Или на мазун. Ссылки на все виды гадты я вам оставлю. Может вам понравится. Ну вот, а я так буду замешивать минут, наверное, 5-7. Пока получу нужное мне тесто. Замешивать я продолжила на столе. Вот получается у меня вот такое мягкое, приятное, дрожжевое тесто. Которое я положу в миску чуть-чуть побольше, чтобы было место, куда подниматься. Вот так. Укрою полотенцем. Чтобы наше дрожжевое тесто подошло. А мы перейдем к начинке. Сейчас мы переходим к начинке. Я покажу, как мы его готовим. Пока подходит наше тесто дрожжевое, мы сейчас приготовим начинку, для которой нам понадобится растопленное сливочное масло, сахар и мука. Чуть-чуть соли и ванили обязательно. Вот у меня на 150 грамм масла, я уже его растопила, я приблизительно, ну не приблизительно, а здесь, наверное, точно, 200 грамм сахара. Сначала я размешиваю ложкой, а потом мы все это будем руками. Сюда я уже сразу добавлю ванили. Пусть будет побольше, чтобы у нас было все вкусно. И чуть-чуть соли. Ну, так как мы уже говорили, там, где у нас есть мука, там обязательно должна быть соль. Я это размешаю. И добавлю сюда муки. Приблизительно получается, как вот мы готовим крошку или штрейзель. Просто здесь наша начинка очень требует тщательного разминания. Да, вот рукой я его должна буду буквально вот разминать. Вот так вот. Должна была получиться такая консистенция. Я буду постоянно добавлять муки до тех пор, пока получится то, что мне нужно. Вот сейчас она очень влажная. Я вот так вот время от времени буду добавлять ее. Я вам все напишу, сколько у меня ушло. И вы увидите, она должна вот... Вот сейчас она очень влажная. Но вот ее проверяют вот так на ладошку. Вот я когда так дотронусь, она должна рассыпаться. У меня она пока не рассыпается. Так что я еще буду добавлять. Вот такая вот у меня начинка получается. Я использовала всю муку. Уходит почти столько же, сколько и сахара. Ну вот, смотрите. Вот так я вот беру, да. А потом вот она вот так рассыпаться должна. Вот так вот. То есть она не должна быть влажной очень. И очень сухой она тоже не должна быть. И все, вот так вот готова наша начинка. Будем ждать, пока подойдет наше тесто. И начнем печь нашу готу. Очень вкусная получка. Так вот подходит наше тесто. Очень хорошо подошло. Я сейчас еще раз должна буду его разминать. И потом на столе я поделю его на равные части. Вот моя начинка. Мы ее сейчас для начала уберем. Подпылим наш стол. И тесто делим на равные части. Вот так вот. Я разделю не на 4 равные части. Все зависит от того, какого размера готу вы хотите получить. И каждую часть. Вот у меня тесто из-за того, что оно очень мягкое. Игота у меня будет тоже очень-очень мягкое. Вот так вот. Собираем в шар. И откладываем. И так с каждым кусочком теста. Тоже в шар. И откладываем. А теперь берем одну нашу часть. И скалкой. Раскатываем в круг приблизительно толщиной полсантиметра. Может быть даже чуть-чуть меньше. Если вы хотите, чтобы у вас гота получилась мягкая, как пух воздушная, у вас, во-первых, тесто должно быть мягкое. И во-вторых, после того, как мы его сформируем, оно должно обязательно отдохнуть, подойти и стать еще пышнее. Ну вот такой круг мы приблизительно раскатали наше тесто. А теперь сюда мы добавляем нашу начинку. Начинку мы приблизительно делим на 4 части, потому что у нас тесто разделили на 4 части. Чем больше начинки, тем больше, тем более вкуснее она будет, потому что тесто у нас не сладкое. Вот так вот. И заворачиваем его в такой большой пельмень. Вот в такой мешочек. Вот так вот. Надо завернуть хорошенько, чтобы наша начинка не высыпалась ниоткуда. Вот так вот. Все, переворачиваем. Снова подпыляю стол. Переворачиваю. Чуть-чуть раскатаю. И после того, как я его сейчас помещаю на противень, я дам ему отдохнуть. Он у меня еще чуть-чуть поднимется. Очень удобная, очень вкусная, очень классная выпечка и к чаю, и кофе, и детям. Вот так вот. А теперь я его на противень. Ну вот, после того, как мы его поместили на противень, вот мы сейчас взбиваем одно яйцо для того, чтобы его смазать. Можно также к этому яйцу еще добавить столовую ложку, наверное, молока. Вот чуть-чуть совсем. И будем смазывать поверхность нашей готы. У готы тоже есть специфический узор. Обычно на востоке. Сейчас я еще покажу. Я его смажу. И пока, так как внутри все-таки начинка и там собирается воздух, мы будем вилкой рисовать или чертить узор на поверхности нашей готы. И когда мы оформляем его, надо обязательно вилкой протыкать, чтобы вот этот воздух, который в нем находится, чтобы он вышел. А то он набухнет и будет очень некрасиво. Вот приблизительно вот так. Вот я сейчас покажу. Вот так вот. Вот так. Вот так. Вот так протыкаем нашу готу. Можно просто полосы, можно ромбики нарисовать. Вот иногда вот просто вот так рисуем. Но при этом обязательно не забываем, что надо ее проткнуть. Ну давайте я ромбиками делаю вот так вот. И вот так мы будем оформлять все четыре нашей готы. Ну вот так вот приблизительно. А теперь мы его пошлем в духовку. Я покажу, какая румяная, вкусная гота у нас получится. Но перед этим я ее все-таки оставлю минут на 15. Пусть она отдохнет, подойдет и в духовку. Ну вот я покажу еще и второй, как я буду делать. Этот почти идентично. Все то же самое. Очень удачное тесто у нас сегодня получилось. Прям чувствуется, как лопаются шарики. Даже, наверное, через камеру заметно, как они вот лопаются. И опять я сюда, прямо на середину, добавляю нашу начинку. Ну, наверное, весь эффект начинки. Она тоже очень вкусная. Так как здесь у нас масло и сахар, они в духовке, ну, как типа поженятся, что ли, растает сахар, расплавится масло. Ну и вот так заворачиваю мешочек, чтобы ниоткуда ничего не рассыпалось. Вот так вот. Переворачиваем. Его даже раскатывать скалкой, в общем-то, очень сильно и не надо. Так вот, чуть-чуть. Вот так раскатали. У меня здесь еще одна противень. Я вот прям вот так ее берем снизу, да, вот так вот. И переносим на противень. Вот так вот. Поправим хорошенько. И снова смазываем яйцом, как мы делали в первом случае. Вы, наверное, заметили, да, что у меня тесто получилось много, потому что я приготовила сегодня две порции. Но в описании я напишу одну порцию. Если вы хотите, чтобы у вас получилось готово побольше размером или в количестве, да, чуть побольше, тогда увеличиваем все вдвое, можно в полтора раза. И все. И снова я рисую вот такие вот узоры. И буду протыкать вилкой по диагонали потом. Вот так вот я буду протыкать вилкой, чтобы не было воздуха. Он вот так через дырочки у нас весь. И снова оставлю его отдохнуть минут на 15 и в духовку. Ну вот, посмотрите, какая гота у меня сегодня получилась. Румяная, нежная. Вот посмотрите, она такая легкая, как пух, как булка. Что мне еще сказать? У меня не хватает комплиментов для моей готы. Готовьте, я надеюсь, вам очень понравится. Я обязательно покажу, как она выглядит в разрезе. Она еще очень теплая. Теплыми их резать не рекомендуется. Готовьте, я надеюсь, вам очень понравится. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всегда Вашим. С Вами Домашняя Кулинария. Пока!